Друзья, советую вам подписаться на здоровенного парня Радова Рустама. У него канал о бодибилдинге, тренинге, питании, функциональной выносливости и еще многое-многое другое. Заходите, смотрите, ссылочка будет в описании. Уверен, вы зацените. Полетели. Всем привет, друзья! Ну вот я и дома приехал с Москвы. Думаю, люди, которые меня не видели, которых не было в Москве, немножко по мне соскучились за время моего отсутствия, но ничего, я снова встрою. И сегодня в этом видео я расскажу вам немножко о том, как я поехал в Москву, что я там делал, что со мной случилось. И также основной месседж будет о зарубе Игоря Войтенко и Арчо Моррис. Я расскажу вам не сами там упражнения какие-то и так далее, кто выиграл, кто победил, но я расскажу вам такие основные подводные камни, как заруба планировалась вообще, как там строились упражнения и так далее. Короче, сейчас все услышите. Начну я с того, что в среду я очень жестко заболел. У меня был сильный насморк, горло болело и так далее. И в среду именно я поехал в Москву вечером. Как всегда, как всегда все бывает, я очень везучий человек, жестко заболел. В поезде у меня просто текли сопли всю ночь, я вообще не спал. Я сопли, короче, выбивал в эту, в простыню, которая накрывалась. То есть полпростыни у меня было просто мокрое. Я такой, как свинья лежал. Извините, конечно, за инфу, ребят, но это правда. Вот, значит, всю ночь я не спал, ни минуты вообще. Потом приехал. Следующую ночь я тоже не спал. Где-то часа 4-5 поспал всего лишь. Целыми днями в Москве я ходил. Ребята, у вас там невозможно не ходить. Обычно я выходил где-то в 10 часов утра и приходил домой там в 12, в час ночи. Ходил я по 12-13 часов. Просто я в жизни столько не ходил. У нас в Нарве тут как бы до работы дойдешь полтора километра и все. А там я ходил по 30 километров, по 40 километров. У меня ноги просто в хламину умирали. Вот такие вот дела, значит. И болел, много ходил. Самое важное, я слил 4 килограмма. 4 килограмма мяса, наверное. Но я не думаю, что это все мясо, конечно. Водичка там, жирочек немножко. Но и мясо тоже ушло. По мне это видно даже. В зеркало смотришь и дрыщ такой костяной. Вот, значит. Слил я массу, потому что много ходил. Это считается кардио. Мало ел. Я очень мало ел. Не было аппетита, потому что я заболел. Я кушал всего лишь там 2 раза в неделю. Ой, 2 раза в неделю. 2 раза в день. 2-3 раза, может быть. Вот. И некогда было есть, потому что разные мероприятия были и так далее. Значит, приехал я в четверг. Мы там сняли видос с Владом Исом. Там на скалодроме лазили и так далее. Показал ему суперсеты. Вы видите на его канале, кстати. Крутой видос, думаю, получится. Сняли с ним интервью. В пятницу мы снимали как... А, нет. В пятницу была заруба у нас с подписчиками. Сходка подписчиков была. Жесткое кардио просто было. Нереально жесткое. Там просто и отжимания. Подписчики просто молодцы. Вы меня удивили, ребята. Особенно в челлендже, когда мы в стойке стояли, да? В планке вот в этой. И отжиматься нужно было. Вы просто нереально крутые. Также подписчики там делали бёрпи. 80 бёрпи просто за подход. 80 бёрпи. Это просто нереальная выносливость. Вы красавчики. Также мы сняли упражнение как накачаться... Ой, точнее, как накачаться, говорю. Как раскачать свою стойку, да? Чтобы вы смогли стоять на руках и так далее. Все эти видосы вы увидите. Ну, а теперь давайте перейдём к зарубе с Игорем Войтенко. Значит, на тот момент мой вес составлял... Так как я приехал в четверг, я думал, мы зарубимся в четверг с Игорем. Я уже готовился. Перед этим не тренировался, чтобы мышцы не забиты были. А так уж получилось, что Игорь уехал в Испанию, отдыхал там и приехал только в воскресенье. А я в понедельник, вот сегодня, собственно, понедельник. Я сегодня... Не, сегодня вторник уже, сорян. Вот, собственно, в понедельник я уехал. И вот такое вот получилось. Значит, на тот момент, когда мы зарубились с Игорем в понедельник, я весил 68 килограмм. Когда я приехал, я... Ну, до того, как я выехал сюда, в Москву, я весил 72 килограмма. В понедельник я уже весил 68. Значит, Игорь весил 76 килограмм. Ну, как обычно, вот. Я очень сильно слил. Мышцы очень сильно забиты были. Потому что четверг, пятница, суббота я там по два раза в день, считайте, тренировался. Кардио в основном делал и так далее. Отжимания, всякие там подтягивания. Очень жестко было. Подписчики, конечно, как я и сказал, красавчики вообще. Молодцы. Очень меня удивили. Вот, значит, заруба у нас прошла в понедельник на выставке Сарчева, на Сарчев Экспо, Пауэр Экспо. Вот. Могу сказать о Пауэр Экспо, что там было очень много всяких представительств, включая Трансформатор, Road to the Dream и остальные там всякие, ну, такие станции, да, были, к которым можно было подходить. И всякие штуки там, кушать там, не знаю, что-то попробовать, поговорить, сфоткаться и так далее. Сарчев было много там атлетов, было всяких, даже Афоня был, Дима Гордей и так далее. Ну, такие известные блогеры тоже были. Вот. Собственно, переходим плавненько к зарубе с Игорем Войтенко. Заруба у нас должна была состояться в виде, это я ему предложил, в виде как разрядов стритлифтинга. То есть, я ему предложил взять гирю 24 килограмма, делать подтягивания и отжимания на брусьях с гирей 24 килограмма. Потом, когда мы сделаем, да, определенное количество повторений на максимум у нас в одном подходе было. И как мы сделаем эти повторения, то мы должны будем открыть таблицу КМС, МС, вот этих разрядов, да, посчитать. Там вес считается, этот коэффициент, который в таблице есть. Я вот тут табличку эту приложу, посмотрите. И, собственно, вес гири. И вот это высчитывается, какое у вас определенное число получилось. И вы смотрите, взяли ли вы КМС, либо МС, либо нет. Вот, значит, в подтягиваниях у меня получилось 15 повторений. У Игоря 12 повторений. Опять же скажу, что я 68 килограмм весил, Игорь 76. Там разные совсем эти параметры. Чем больше ты весишь, тем больше тебе нужно сделать. Потому что чем больше твой вес, тем тебе легче как бы поднимать вес гири. Это все очень просто. Собственно, чем больше человек весит, тем этот вес незначительный, кажется, ему меньше, и он легче его поднимает. Вот, что получилось. На турнике я сделал 15 повторений. Мне не хватило одного повторения до мастера спорта. Мне нужно было 16 повторений сделать при весе 68 килограмм. Игорю нужно было при весе 76 килограмм сделать 13 повторений до КМС. А он сделал 12. Собственно, тут он не взял ни КМС, ни МС. А я взял тут КМС, получается. Одного не хватило до МС. Дальше, на брусьях. На брусьях мы тоже делали с 24 килограммами с гирей. Значит, Игорь сделал 25 повторений. Я сделал 19 повторений. Игорю до КМС нужно было сделать 28 повторений, а мне до КМС нужно было сделать 25 повторений. Что это значит? Это значит, что на брусьях из нас никто не взял ни КМС, ни МС. Собственно, мы придумали третье упражнение. Долго думали, какое упражнение сделать. Я ему предлагал что-нибудь и на бицепс сделать, и на пресс сделать, сделать уголок на турнике висеть. Игорь сказал, что он, типа, не хочет, что я, типа, мол, выиграю. Вот. Я ему говорю тогда, ну, давай предлагай что-нибудь третье упражнение на свое усмотрение. Игорь выбрал отжимания от пола. Я был 100% уверен, что он выиграет, но он, собственно, и выиграл в отжиманиях от пола. Потому что, как бы, он король в отжиманиях, это все знают. Но третье упражнение тупо знаете для чего? Ну, чтобы, как бы, оказался какой-то, объявился победитель. Да, потому что, если 1-1 получается в подтягиваниях и отжиманиях на брусьях, то должно какое-то третье упражнение быть чисто банально, чтобы какой-то победитель был. Вот. Собственно, а если считать по зарубе, как она была изначально запланирована, что нужно кому-то взять КМС, либо МС. Кто возьмет, тот и выиграл. Если так считать, то я взял 1-0, да. Я взял в подтягиваниях, Игорь нигде не взял. По этой схеме 1-0. А если по схеме обычной считать по упражнениям, то Игорь выиграл 2-1. В любом случае, Игорь красавчик. У него хороший верх, хорошие плечи, хорошие грудные. И ему очень легко даются там сжимовые упражнения, да, отжимания на брусьях, отжимания от пола. А у меня хороший бицепс, неплохая спина, поэтому мне даются хорошо тяговые упражнения. Мы немножко с ним различаемся, так. Вот. Ну и, естественно, по весовой категории. Но тут все честно было. По весовой категории, потому что это все-таки по таблице сравнивалось. Тут никаких претензий никому нету. Вот, собственно, вот такая вот заруба. Мне понравилось. Был рад Игоря видеть. Игорь, если смотришь, привет тебе. Довольно хорошо Игорь отжимается. Много отжимается от пола. Как и видео, так и есть. И, кстати, по поводу того, что многие говорят, что у Игоря там накрученные просмотры, накрученные подписчики и так далее. Если бы вы были на Саращев Экспо, вы бы поняли, что у него ничего не накручено. Потому что у Игоря баннер Road to the Dream стоял по центру, по центру прямо Экспо. И у него было постоянно там человек, наверное, 40 стояло вот около него. И он целыми днями фоткался. Вот, отвечаю. Как не подойдешь, у него все забито и к нему туда не пробиться. То есть фан-база огромная. И то, что многие говорят, что у Игоря там какие-то накрутки, то это полнейший бред. Также спасибо огромное, что ко мне тоже много людей подходило. Наверное, человек 120 по-любому подошло за два дня. Я тоже удивился, что с Москвы столько людей смотрят. Спасибо огромное тем, кто пришел на встречу, на сходку. Было круто. Хорошо потренили. Я уверен, вам тоже понравилось. Извините, конечно, меня, что я был немножко такой забитый, потому что я заболел, во-первых. Во-вторых, я до этого гулял там целый день. Это ужасно было. И, в-третьих, у меня голос пропадал. Вы сами слышали, как я говорил. На следующий день, даже не на следующий день, а вот вечером, этим же вечером, голос у меня совсем пропал. Я говорил просто шепотом. Вот. Только недавно вот сегодня появился, прорезался хороший голос. Вот такие вот дела, ребят. Надеюсь, это видео вам понравилось, потому что я старался изложить такие интересные факторы, которые вы не увидите в других там, ну, у других блогеров, которые тоже показывали нашу зарубу и так далее. Ее уже слили, вы можете посмотреть, там и в Инстаграме слили результаты, и на Ютубе и так далее. Вот. А так скоро видео выйдет у Игоря на канале, и вы посмотрите. Спасибо большое за внимание. Заходите на сайт archomorris.com. Давно не пиарил. Лучшие программы тренировок и питания на этом сайте. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok